Дорогие друзья, здесь поступило в принципе не так много вопросов, мы так немножко поделились с братьями, поэтому я постараюсь вкратце на них ответить. И один из вопросов, здесь приводится текст Писания, Евангелие от Луки 4,19, в принципе, этот текст сегодня приводился уже, где Христос сказал, что Дух Господень на мне, Он помазал меня. И вопрос, и там есть слова, проповедовать лето Господне благоприятное, вопрос, при чем тут лето? Вообще, в синодальном переводе есть самая прямая подсказка, если вы посмотрите в синодальном переводе этот текст, там прямо внизу есть сноска, год юбилейный, лето, год юбилейный. О чем Христос говорил? Он взял тот образ, который был в Израиле, потому что год 50-й в Израиле, это был год юбилейный, когда просто давалась свобода. Например, если еврей в израильском народе вынужден был, может быть, из-за материальных трудностей продать свой участок, на 50-й год, год юбилейный, этот участок к нему просто возвращался. Если, например, тот же еврей вынужден был продать себе в рабство по каким-то причинам, в этот юбилейный год ему давалась полная свобода. Но эта свобода была физиологическая. Христос показал, что Он пришел дать свободу духовную, свободу от болезни, от греха, от власти тьмы, от власти дьявола. Вот почему Он пришел проповедовать. Лето Господне благоприятно, то есть дать истинную свободу человеку. Следующий вопрос. Есть ли разница между именем Иисус и Христос? Я думаю, что мы все понимаем, что когда Христос пришел на эту землю, Бог явился во плоти. Бог стал человеком. Христос, будучи на земле, Он имел естество человеческое, но Он в то же время оставался Богом. Поэтому имя Иисус показывает Его естество человеческое. Это вообще Иисус имя человеческое. Иисус Иешуа, что обозначает Бог спасает. И поэтому это имя Иисус имели многие люди в Израиле. Он был человеком. Но Христос показывает, это имя Христос, показывает Его божественный статус. Он имел божественную сущность. Потому что Христос, слово «мессия» или «машах», еврейское слово, обозначает в буквальном переводе «помазанник». Христос – это перевод с греческого слова «помазанник», «машах» – это перевод с еврейского «помазанник». И мы знаем, кто помазывались в Израиле. Три категории людей помазывались в Израиле. Это были пророки, это были священства, это были цари. И Христос в своей божественной личности, Он совместил все три статуса. Он был и пророком, Он является царем небесным, царем царей, Господь господствующих. И Он же стал первосвященником, который ходатайствует за нас. Поэтому Иисус Христос показывает и Его естество и человеческое, и Его божественный статус, и Его служение. Дальше, второй вопрос. Какие люди называются сынами Бога? Сегодня эта мысль звучала не один раз уже. И апостол Иоанн, в Евангелии от Иоанна 1, 12, там прямо сказано. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть кем? Чадами Божьими. Поэтому через покаяние, через веру во Христа, принятие Христа в свое сердце, в свою жизнь, такой человек становится Детем Божьим, то есть он получает рождение свыше. И уже Бог принимает такого человека в свою божественную семью, сынов и дочерей Божьих. Ну и похожий вопрос следующий. Когда человек называется учеником Христа? Кто такой ученик? Это тот, кто учится. И поэтому тот человек, который принял Христа, рожденный свыше, уже с самого этого момента, будучи Детем Божьим, он начинает учиться у Христа. Потому что Христос сказал, от меня научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. У меня вопрос, когда рождается ребенок в семье, с какого момента родители начинают учить ребенка? Особенно мать, с какого момента, она не говорит, мать, вот с пяти лет я начну его учить. Только родился, уже идет процесс обучения. Она уже с самого рождения чему-то учит. Мама говорит ребенку, скажи, агу, агу. И он уже пытается, там что-то, ребенок уже что-то, он учится. Поэтому с самого духовного, момента духовного рождения, уже человек начинает учиться, и он становится учеником Христа, и учится у нашего Господа. Следующий вопрос. Как скорректировать свои планы с Божьими планами? Ведь Бог не дает нам план нашей жизни в виде готовой инструкции. У меня вопрос, братья и сестры, скажите, а Бог мог бы дать вот такой каждому из нас план, готовую инструкцию на всю жизнь? Бог мог или нет? Мог. Потому что Бог знает всю нашу жизнь от начала до конца. Но Бог этого не делает. Он готовых инструкций не раздает. Вы знаете, если бы Бог так делал, на что бы это было похоже? Это было похоже на планерку, которая на производствах. На планерках начальник участка собирает людей, и каждому раздал инструкцию. Ты должен делать это, ты должен делать это. У меня вопрос, что делают люди после планерки? Они оставляют этого начальника, он им больше не нужен, они идут делать свое дело. Если бы Бог раздал инструкции, мы все бы от Бога ушли бы и начали бы заниматься выполнением этих инструкций. Бог поэтому так и не делает. Богу важно, чтобы в каждом вопросе нашей жизни мы не от Бога уходили, а куда шли? К Богу, нуждаясь в Его мудрости, в Его совете. Господи, я не понимаю, вот даже вопрос семейного устроения, любые другие вопросы. Помоги, Господь. Мы, наоборот, к Богу идем. Но важно понимать, что однажды спросили Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божие. А Христос сказал, вот дело Божие, чтобы вы что? Веровали в Того, Кого Он послал. Поэтому наша задача в христианской жизни веровать ежедневно, жить верою в Иисуса Христа. И живя верою, это вопрос общения, это вопрос служения, это вопрос познания Господа. И ежедневно познавая Господа, когда какой-либо жизненный вопрос возник, если ты имеешь общение с Богом, ты к нему придешь, скажешь, Господи, так просто. Вот так, может, мне не хватает мудрости, у меня не хватает силы, способности, помоги. И Он даст тебе и мудрость, и силу, Он без упрека, так говорит Слово Божие. Поэтому не от Него, а к Нему бегите, и ваша жизнь будет идти согласно Его планам. Ну и последний вопрос. Есть один брат, он любит одну сестру, но не решается заявить об этом, сделать предложение. Ну, наверное, подразумевается вопрос, что тут делать. Но меня что заинтересовало, тот, кто написал записку, он уже знает, что этот брат кого-то любит. Если знают двое в церкви, знает вся церковь, как правило. Поэтому, если он не решается сделать предложение ей самой, я скажу, слава Господу. Слава Господу. Потому что, когда начинают сами предложение делать, потом дров ломают, а потом уже приходят с проблемами к служителям. Что нам делать? Поэтому в этом вопросе есть один вариант, что подойди к служителю и скажи об этом, я люблю эту сестру и хочу сделать предложение. Но если, конечно, подошел соответствующий возраст, он вникнет, брат-служитель, все ли есть у тебя условия, чтобы ты мог жениться. Поэтому брат-служитель по местной церкви тебе в этом просто поможет. Пусть Бог благословит. Спасибо.